здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы с вами свяжем вот такой вот модный аксессуар косыночку просили девчонки еще в прошлом году ну как-то я потерялась и не сделала и вот делаю сейчас заранее чтобы у вас было время вижу из пряжи из пухонорки осталось у меня прошлогодняя от жилета и как раз один моточек я его и использую вот перемотала вот хватит одного мотка так что ссылочку под видео я оставлю на алиэкспресс один моточек закажите с бесплатной доставка и к осени во время он к вам придет а скажите за вечер очень быстро это все вяжется вот смотрите я перемотала вижу как бы в четыре нити ну то есть это две основные две дополнительные нити дополнительно идет в комплекте продается пряжа так что кто будет спрашивать но я думаю уже изучили все это пряжу вот один моточек я перемотал от мотала как бы и в 4 сложения вижу то есть две основные две дополнительные я постаралась максимально как бы упростить эту вещь чтобы адаптировать ее под любой размер чтобы вы на ходу ее мерили и могли связать как детскую так и взрослую косыночку можно связать вообще как бактус побольше поэтому как шейный платок поэтому все что угодно по этому мастер-классу вы свяжете то есть вы сможете адаптировать как вам нужно вот итак я сначала думала измерю начну сверху но нет все таки нужно начинать с трех петель спицы кстати у меня три миллиметра я взяла тот же спицы чтобы полотно было такое плотненькое пух норки пушистенькие чтобы эта вещь все таки была такая пушистая тепленькая уютная зимняя в общем для начала набираем три петли всего лишь начинаем с этих трех петель и в начале первый ряд провязываем вязать буду жемчужным узором это значит одна на основе резинки 1 на 1 кромочную провязываю изнаночной вот один ряд я провязала и теперь в начале каждого ряда вы вот таким вот образом делаете воздушную дополнительную петлю здесь смотрим по узору здесь у нас смотрите должна быть лицевая значит вот эту петлю мы вяжем изнаночной это наш жемчужный узор резинка один на один которая потом превращается в жемчужный узор то есть резинка один на один которая меняется в шахматном порядке то есть все время вы делаете в начале ряда воздушную петлю и далее смотрите а далее у вас так и будет получаться то есть первая петля изнаночная после воздушной потом лицевая и по узору сейчас проверим да ну по одной петле добавляется так она и будет все время у вас то есть каждом ряду у вас идет но и то есть каждом ряду у вас будет добавляться одна петля вот она в начале ряда всегда и всегда после этой петли идет изнаночная если вы вязали так как я и дальше у вас пойдет как бы смена узора то есть там где изнаночная шишечка у нас провязывается лицевая где лицевая косичка мы провязываем изнаночной так еще раз дополнительная петля а здесь вот кстати и нет не всегда значит здесь вот смотрим у нас лицевая не всегда видите я ошиблась значит здесь у нас будет изнаночная теперь мы эту петлю провязываем лицевой а следующая изнаночная по узору то есть в узоре я думаю вы знаете этот жемчужный узор и поэтому вам это не составит труда изнаночную все равно провязываем изнаночной всегда потому что потом мы будем цеплять за нее газ у так здесь у нас опять если у нас тут чередуется один раз лицевая одна пара лицевой изнаночный ряд после воздушной петли лицевая один раз изнаночная кромочная всегда изнаночной и всегда мы добавляем начале ряда петлю вот два ряда я уже провязала теперь у меня будет здесь лицевая значит здесь изнаночная вот так то есть последующие петли мы смотрим как мы провязываем вот эту первую петлю здесь у нас лицевая и так далее и таким образом этот треугольник у нас будет увеличиваться и мы вяжем до нужной нам ширины здесь у нас видите здесь изнаночная значит здесь изнаночная потому что тут будет лицевая и вот так вот так вот я продолжаю вязать пробовала образец вязать в два сложения слишком уж мягко получается мне кажется не будет держать форму и не будет того как бы эффекта вот этой косыночки такой с торчащими этими крылышками вот поэтому решила вот таким вот образом все я продолжаю вязать я вам говорю что буквально за вечер вы себе свяжите стильную косыночку плюс к ней вы можете связать кстати что еще хотела сказать к этой косынки очень классно будет снудик который у меня есть я вам оставлю ссылку старенькое видео которые и снуд из прямоугольника он очень простой но вот там он связан платочной вязкой а вы свяжите вот таким вот жемчужным узором и он тоже сядет прекрасно и будет вам комплектик вот из таких вот прекрасных двух вещей ну и батюшки перчатки у меня есть на двух спицах все можно связать я вам оставлю ссылки заморочусь поищу оставлю ссылки на варежки перчатки на двух спицах и на снудик манишку вот из прямоугольника простейшую то есть если вы закажете два матка пряжи вам не нужно будет во-первых перематывать во вторых вам хватит на снуд на манишку на косынку я думаю на перчатки вот в конце видео я потому сколько у меня уйдет на эту косынку я вам скажу закажите три матка она во всяком случае мангура не потеряется то есть пух норки не потеряются очень классная пряжа в общем я вам конце видео скажем два матка или три матка нужно на комплект чтобы и варежки и манишка было все видите треугольничек который у нас будет расширяться здесь девчонки вы вяжете вяжите вяжите этот треугольник смотрите у меня слетели петли но мне нужно вам измерить часы их 1 обратно вот у меня такой вот треугольник значит я мере одну сторону здесь не обязательно вы можете у меня это 38 петель я остановилась сейчас я объясню 38 сантиметров у меня закончились нитки это ни один моток я в конце взвешу потому что я помню кажется я не было этикетки на этом матке наверное я добавляла все таки до вот этой вот жилетки поэтому у меня не целый моток здесь голова у меня значит если вот так обхват головы вместе завязки у меня 67 сантиметров а здесь у меня меньше здесь у меня 50 сантиметров вот но мы понимаем что это вязаное полотно его но она вот так вот тянется вот вы можете связать больше и при этом завязывать уже прям не обвязывать а завязывать косыночкой да получается косыночка она прекрасно будет тянуться то есть закрыть все петли и уже завязывать ее но я сделаю постараюсь сделать покрасивее вот я всю эту косыночку обвяжу шнуром айкорд вот по кругу сначала я сейчас обвяжу вот эту вот а потом сделаю завязки и добавлю это все дело бы добавлю завязок и закрою шнуром айкорд чтобы сделать такую вот законченность наших нашего платочка но это я же говорю не обязательно так дополнительные петли буду набирать при помощи крючка нам дополнительную спицу и так сначала я захватываю ниточку таким вот образом крючком перекручиваю и теперь перебрасывая через спицу нить захватывая сзади так сейчас нужно затягиваем один снова перебрасываем 2 и третью одевая с крючка так теперь вижу эти петли первая петля вторая петля и третью здесь вот немножко неудобно вначале я хватаю вернее 3 и подцепляю кромочную возвращаю третью петлю и провязываю вместе с кромочной теперь спицу передвигаю снова вижу у нас все время лицевые ряды 1 2 3 вместе с кромочной и так все время по кругу снова передвигаю 12 так здесь может быть не кромочная здесь смотрите как ложится тут скорее всего будет в каждый на каждый ряд не скорее всего атаки будет так здесь кстати сейчас раз два третью вот смотрите смотрите так чтобы этот шнур ложился ровненько это будет скорее всего не каждая кромочная а к в каждый ряд до каждый ряд девчонки у нас задействуется сколько у нас здесь ряду сколько же у нас понятное дело в этом шнуре ряду не в каждом кромочную а в каждый ряд таким вот образом я обвязываю по краю всю косыночку так вот я приду приближаюсь к уголочку девчонки и нам его нужно красиво как бы обвязать чтобы не было загиба здесь вот смотрите я один раз делаю как бы из кромочный а второй раз вот так вот надеваю как-то и это и следу то есть между кромочными чтобы получилось по итогу как бы из каждой из каждого ряда на чтобы вы не путались чтобы получился красивая ровная обвязка не растянута ну и не стянуто далее следующая вот так вот чтобы было до что не растянута и у меня не стянуто так вот так что смотрите одна петля из кромочная одна петля вернее захват и между кромочными и здесь вот видите вот этот наш мысли к нам как бы вот так вот так вязать его надо поэтому мы вам скажу прям сколько раз я зацеплю именно за эти три набранные петли чтобы кругленько обвязать значит она видите пока ровно а нам нужно как бы закруглить 3 4 вот еще раз 5 и уже пойдем по кромочным вот этим вот и у нас получится закругление последний раз последний раз именно в эту макушечку эти что у нас получается и все и уже можем уходить на эту сторону в кромочные далее я вяжу в кромочные я ввязываю вторую половинку ой а чушь я сняла петлю то вот таким вот образом все теперь я продвигаюсь сюда вот я дошла уже практически до конца девчонки вот так вот это выглядит очень симпатично закончена и сейчас я еще провяжу пару раз закончу на этом этапе ну как бы вот эту вязку пинти последнее мое присоединение и что я здесь делаю я вот эти все петли одеваю на спицу обрезаю вот если же вы вот если у вас платочек большой либо бактус и вам не нужно делать дополнительные завязки то вы здесь уже за начинаете закрывать петли просто крут этим шнуром my cord как это дел буду делать дополнительные завязки так здесь вот эти петли которые я добрала я тоже вот так вот один раз и три то есть мы потом их присоединим вот и у нас будет красивая вот такая вот законченность и еще сейчас хотела посчитать раз два три 4 так итак у меня здесь 99 петель это значит что 96 рядов у меня провязана всего это я говорю к тому в дополнение чтобы вы ориентировочно понимали 96 3 петли я набрала вот такой вот у меня размер точные размеры я вам скажу потом после стирки я буду мочить и раскладывать платочек вот сейчас мне нужно связать дополнительную завязку и так завязки 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 я сначала начинаю вязать шнур из четырех петель набираю на спице 4 петли и вяжу по сути то же самое но не прикрепляя как кромочная то есть передвигая спицу я вижу эти четыре петли так я вижу сантиметров 15 больше я не хочу просто чтобы у меня был как бы такая возможность для манипуляции так вот провязала я шнурочек так вот провязала я шнурочек получилось у меня здесь 19 сантиметров так и будет значит сейчас я буду присоединять то есть закрывать петли и присоединять этот шнурок да у нас этот четыре петли а здесь у нас было три петли я сейчас и получается что мы вяжем четвертую петлю с петлей основного вязания провязываем вместе этот у нас будет немножечко по объемнее из четырех петель все делаем все точно так же просто у нас здесь 4 петли вместо кромочных мы закрываем вот эти вот петли основного вязания так так три петли я закрыла теперь мне нужно связать вот эту ниточку вилочек просто маленькие аккуратненько сделаем потом я его и и продену сюда и продолжаем продолжаю вязать и закрывать петли до конца нашего вязания пока все петли не закрою провязала я все очень красиво получается вот и дошла я до конца провязываю как бы последние вот эти три петли которые я подняла присоединяю верни присоединяя последние три петли которые подняла ось провязала видите не надо далее тоже буду продолжать вязать только вот эти вот четыре петли делая завязку еще там потом взвешу сколько точно у нас в одном мотке я уже вижу по величине моей косынки что действительно был неполный моток я просто этого не помню жилет вязала в прошлом году и скорее всего часть довязывала жилет вот у меня осталось как бы так сейчас я вижу вот эти четыре петли вот и в мотке у нас пухнорки идет 50 граммов основной моток и 20 граммов дополнительная нить то есть 70 граммов вот я взвешу сколько у меня здесь и решим сколько у нас всего уходит на этот платочек так вот я продолжаю вязать столько же сколько и здесь когда связала шнурочек я все печи закрываем и в принципе и все теперь у меня в это он нам нужно разровнять распрямить это все дело шнурочки должны распрямиться подвязка шнурочки сам платочек то крупненький а вот шнуры нам нужно обязательно постирать чтобы у нас все улеглось вот и я что я буду делать мочить не буду прям стирать намочу аккуратненько разложу на полотенечки и высушу там вам покажу и мы промеряем что у нас получилось по размеру и взвесим еще сколько по расходу у нас пока и так вот она моя косыночка постиранная растушилась все прекрасно кстати вот он очень удачно она приняла форму вот видите она завернулась как бы сюда что очень классно при завязывании вот сейчас я вам промерю папа размером пух норки он не меняет свои размеры значит здесь вот если брать без обвязки то это те же 50 сантиметров как и было и с обвязкой это 53 сантиметра вот высота по вот этой вот части 25 сантиметров и длина длиной стороны вот этой пока 8 боковушечки у нас 38 сантиметров вот такие вот размерчики вот такой вот платочек косыночка вы можете связать побольше вот а еще и так матки у нас 70 до граммов 47 вот две трети мотка у меня девчонки видите правда я говорила что у меня был начат моток так что то что я говорила в начале видео что два матка хватит на косыночку перчатки и манишку это правда вот так и и хватит 2 моточка можно три конечно взять и чтобы перестраховаться но если вот такую маленькую косыночку как у меня и манишку ту которой я вам оставлю ссылку и перчатки я вам тоже оставлю ссылку девчонки то то все у вас получится на два матка напряжу я тоже уставлю ссылку под видео с алиэкспресс и еще есть время еще тепло придет свяжите очень быстро и еще у меня просьба девчонки к вам мой канал оказывается в теневом бане это мне выдали специалисты делали анализ моего канала поэтому у меня большая просьба к вам девчонки кто у меня активно я знаю вы вы есть основной такой костяк поэтому просьба да и не только к к основным я вас всех ценю люблю вот ко всем подписчикам если не трудно девчонки возьмите нажмите кнопочку отписаться сразу же подписаться и нажать колокольчик уведомление это эту манипуляцию youtube воспринимают как массовую подписку если вы сделаете вот такую не нехитрую манипуляцию просто возьмите под видео кнопочку отписаться снова же через секунду подписаться и нажать колокольчик то youtube это воспринимает как активные подписки на канал и возможно а еще к этому лайк комментарий ну и желательно поделиться в какой-то группе или на своей или какой-то страничке ну в общем в общем вы все знаете потому что всех блогеря блогеры об этом говорят и нам чтобы выжить нужно быть активным так я всех благодарю за ваше внимание с вами была века школа рукоделия всем пока пока а familь она 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 она